Микс Ньюс Доброе утро! В эфире Радио Болтком, программа «Личное утро» и у нас гость. Гость Елена Тонова, человек в городе известный, ведущая торжеств и семинаров, организатор праздников, фестивалей, благотворительных акций, сочинитель сказок и стихов, сценарист, блогер, педагог, преподаватель. Но сегодня мы ее пригласили в статусе руководителя женского клуба «Лэдис Дилл Клуб». И информационный повод у нас – прекрасное, красивое, очень праздничное событие, которое прошло на неделе в этом клубе – вручение номинаций, выборы «Женщина года» по различным номинациям. Здравствуйте, Елена! Доброе утро! Расскажите нам, пожалуйста, во-первых, как возникла идея вот этого женского клуба? Это новая организация, которая появилась в Латвии, очень такая позитивная, полезная, я считаю, которая очень оздоравливает такую социальную атмосферу в нашем обществе. Наверное, в первую очередь она показывает очень многим людям, что ты не один. Сейчас, вот как мы с вами до эфира переговорили, достаточно такое грустное состояние у людей, что как-то ничего не происходит, что мы все ушли в гаджеты, что мы никто не общаемся, что мы… И даже не то, что в гаджеты есть, мы ловим такие социальные настроения, это связано с налогами, это связано со сложностями, которые испытывает бизнес. Все предприниматели, бизнесмены вздыхают, плачут и говорят, что это время нести дальше очень тяжело. Это связано с русским языком, это связано с переводом школ на русский язык, еще сейчас это связано с погодой, да, то, что мы ушли из лета плавно, в осень уходим в зиму, и впереди у нас, значит, такой период. И поэтому какие-то такие позитивные вещи на этом фоне, они очень важны. У вас получается? Да, у нас получается. Всегда есть повод для грусти, но среди грусти всегда можно найти повод для радости. И, в принципе, мы занимаемся тем, что мы его ищем. Не могу сказать, что это прямо какая-то новая идея, или я являюсь тем человеком, который вообще придумал формат клуба, ни в коем случае я, конечно, так не скажу. Но что касается именно рабочего процесса, где люди могут делиться знаниями, получать знания, получать образование, быть нужными, важными и полезными, вне зависимости от статусов, регалий, каких-то дополнительных, не знаю, званий, чинов, финансового состояния, где ты, в первую очередь, личность и человек относительно самого себя, подобной среды я для себя найти не могла, хотя периодически искала. До этого были предшествующие проекты, такие как «Среда знакомств», это бизнес-встречи, общение. Несколько лет мы делали его с моим бывшим коллегой. Потом взяли паузу, и все равно люди обращались, спрашивали, будет ли что-то, куда мы можем прийти, а мы хотим, а мы хотим познакомиться, у меня есть идеи, а давайте проведем семинары. В общем, покоя они мне не давали, и это здорово, и в результате сначала формировалась группа два года назад на Фейсбуке, ну, посмотреть, что будет, насколько это все могло быть интересно. Ну, такая женская среда, в которой, она так и называлась вначале, женская среда, но очень хотелось избежать девчонских там всех разговорчиков, сплетена, как сделать маникюрчик, а давайте там вместе подумаем, что чувствует мужчина при том или ином обстоятельстве. Хотелось сделать именно связанную с бизнесом, с образованием, с красотой, в адекватном понимании этого слова, со здоровьем, тоже, может быть, даже в медицинском значении этого слова. Личностное развитие. Да, личностное развитие и бизнес-развитие, не только личности, но еще и как юридических структур. Потом девочки захотели встретиться, потом мы встретились один раз, встретились второй раз, третий раз, и было понятно, что если я хочу, чтобы это дело было серьезным, оно продвигалось, и оно имело вес, и оно имело серьезный фундамент, было решено, что нужно организовать юридическую структуру, и мы не бедриба, мы полноценная сия, что нужно организовать свое пространство и свое место, что должна быть какая-то градация, должны быть правила, устав, положение, в общем, бюрократии мы тоже не лишены. И в результате все это было создано, было найдено помещение, сделан ремонт, и сейчас у нас есть своя штаб-квартира в центре города, свои люди, свое пространство, свои идеи, свои программы, проекты. И вот уже год, мы 18 ноября прошлого года открыли двери, прошел год, мы успешно развиваемся, нас становится больше, и я горжусь тем, что сейчас при учете начала нового сезона, насколько я знаю, на данный момент мы из клуба не потеряли ни одного человека, кто бы не перешел с нами, не согласился опять оплатить членский взнос на год, остаться вместе с нами, продолжать работать, наоборот, приходят, у меня еще появилась куча идей, я хочу еще вот это, вот это, у меня есть чем поделиться, я хочу рассказать, у меня есть опыт тут, у меня есть знания здесь, я вам приведу еще спикера, то есть все очень, ради этого стоит жить. Клуб в самом настоящем, правильном таком, первоначальном смысле, да, клуб единомышленников, то есть это некое сообщество, где людям очень хорошо просто друг с другом. И расскажите вот об этой красивой вашей церемонии по выборам женщины года и по номинациям. Очень важно, когда отмечают то, что ты делаешь, очень часто мы, когда создаем что-то глобальное, или даже не глобальное, но в рамках своей профессии, это становится нормой, это перестают замечать, врача перестают хвалить, потому что это его работа, художника перестают хвалить, потому что это его работа, писательная работа писать, певца работа петь, и это становится рутиной, хотя человек нуждается на самом деле вот в этом ментальном отношении, в поддержке, очень важно это на самом деле, и опять же мы как девочки, как женщины, нам еще это важно, даже со своей такой эмоциональной точки зрения. Была идея сделать как раз-таки премию «Женщина года», идея возникла очень давно, хотелось это сделать под конец сезона, вот как раз начали 18 ноября прошлого года, премию мы сделали 23 ноября, приурочили ко дню рождению клуба, номинации выбирались по каким-то ярким событиям в течение года, то есть мы смотрели, что у нас происходило, какие у нас были мероприятия, какие семинары, мастер-классы, презентации, выставки, концерты, творческие вечера, у нас огромнейшее количество мероприятий прошло, иногда в день даже 2-3 мероприятия проходило, то есть мы очень активны, и исходя из этого были определены самые активные в каждой из позиций девушки, по каким-то параметрам были голосования, где-то они отсутствовали, потому что, например, в номинации «Лучший студент» мы ведем протокол, кто сколько раз посещал какие занятия, мы выбрали тех, кто активнее всего приходил на занятия, на всякие разные наши лекции и семинары, здесь только мы компетентны с моей коллегой Светланой Дергачевой определиться, кто же будет победителем или спикер года, на чьи мероприятия ходило больше всего людей, более всего были востребованы, и кто самый-самый активный спикер. А давайте перейдем на личности, вот вы уже назвали две номинации, студент года. Юлия Дорогович. Вот расскажите, что это за Юлия, почему она студент года? Юлия удивительная девушка, она очень хрупкая, она очень такая миловидная, но при этом она является руководителем трех отелей в старом городе, апартаментов, заядлая собачница, при этом она еще сейчас готовит свой гастробар, и параллельно всему этому она учится, она делится своими знаниями, она у нас тоже проводила очень правильные дельные семинары на тему букинга, на тему вот всех этих вопросов, в которых она внутри, не как преподавателя, как человек, который в этом бизнесе находится, какие плюсы, какие минусы, что работает, что не работает. Она не ожидала, что она выиграет, в общем, они друг на друга пальцами в номинации показывали, кто будет победителем, но в результате, да, она больше всех посещала мероприятия. Вот Юля, если вы слушаете сейчас нашу передачу, вам, наверное, приятно слышать такие замечательные слова. Лена, вы сказали, что для вас каждый человек, каждый член клуба, каждая женщина, которая пришла к вам в клуб, это отдельная история, отдельная глава в вашей жизни. Да, да. Да? Это действительно так. Насчет тогда уже спикера, тоже отметим. К следующей номинации, чтобы не проскочить, спикер. Илона, у нас замечательный бухгалтер Анна Дубкевич. Илона, она, когда первый раз мы с ней встретились, у нас еще не было своего пространства, она пришла и сказала, Елена, я бы очень хотела преподавать, но я боюсь. И сейчас она спикер года. Вы понимаете, какая разительная разница? Я говорю, а вы, Илона, не бойтесь, давайте мы с вами пару раз встретимся, позанимаемся, и я вам объясню, почему это не страшно, и вы сможете начать преподавать. Сейчас у нас запланировано на следующий год огромное количество семинаров от Илоны. Она прекрасно преподает, ее обожает публика, она шикарно смотрится, если можно так сказать, на сцене. Она от этого ловит абсолютный кайф, и она себя нашла не только в бухгалтерии, но еще и в публичных выступлениях. То есть Илона Дубкевич, да, и это семинары, связанные с ведением бизнеса, с налогами, с бухгалтерией. Очень полезно. Как зарегистрироваться в ЕДС, наконец-то разобраться, как проверить своего бухгалтера, каким образом выбрать себе формат ведения коммерческой деятельности, какие нюансы, допустим, если ты блогер, как себя зарегистрировать. В общем, все такие полезные темы, опять же, не как семинар, как мы иногда ходим, и там рассказывает кто-то, кто никогда не был в бизнесе, а именно через опыт общения с налоговой, с переписками, со всеми остальными делами. Одно дело, что у нас написано, а другое дело, что у нас происходит на самом деле, по факту. А такая номинация, как харизма? Ой, хорошая номинация. Что оценивалось? Оценивалось именно… Вот харизма – это такое разноплановое понятие. Конечно, мы можем каждый для себя определять, что такое харизматичный человек. Но в первую очередь харизматичный человек для меня – это тот, кто не оставляет равнодушным, после которого остаётся такое, важно для меня, приятное послевкусие, что человек пришёл, вы поговорили буквально 10 минут, и ты какой-то такой заряженный такой, вроде бы и ты лучше стал рядом с этим человеком. У нас победила Нелли Пешко, она является финансовым консультантом, она знает, что такое инвестиции, как правильно делать вложения, что принесёт в долгосрочном перспективе прибыль, что в краткосрочной, что такое риски, как не сложить все яйца в одну корзину. К сожалению, её самой на мероприятии не было, она у нас гастролирует по всему миру, она работает в очень крупной организации, связанной с инвестициями, но она всегда улыбается, это человек-праздник, она приходит, это её образ жизни, это не наигранность, она действительно очень харизматичный, интересный, воодушевляющий человек, и вот она стала победителем. А вот номинация «Волонтёр» 2019. Очень важная номинация. У нас выиграла Ирина Власенко, которая занимается животными в Юрмале, в основном у них вот этот находится, питомник, которому она, не питомник, а приют, которому она помогает. Вообще Ирина, она собирает животных по всей Латвии, всех лечит, всех спасает, безумно всей душой за всю эту историю переживает. То есть она, несмотря на то, что она сама по себе врач-гинеколог и достаточно успешный, она сейчас выбрала свои миссии и в большей степени помощь нашим маленьким хвостатикам. И она, ну, очень сердечный, душевный человек. Это действительно искренне. Сколько она вкладывает в своих средств, в своей души. У неё прекрасный дом, который сейчас превратился в саматорий для животных. У неё везде коты. Вот, она их всех спасает, и всех безумно любит, и старается их пристроить. Они, по-моему, за прошлый год нашли жильё более чем 300 животным, которые не остались на улице, которые не были брошены. И параллельно было ещё два человека. Анастасия Яхова – это те самые домики по городу для котов, которые мы с вами встречаем. Это тоже серьёзное согласование с Рижской думой. И за этими домиками стоит конкретная женщина. Да, конкретная женщина. Анастасия Яхова, да. У неё организация Cats Community Carry называется. И Лера Штейн, она хоть и певица, но при этом, по идее, причём тут и волонтёрство, но она со своей музыкальной студией занимается благотворительными концертами, сборами средств для детей. Они ездят в детские дома, они выступают на разных праздниках, они поддерживают и детей, и животных, делают там сборы всяких кормов всего на свете. И очень мало они об этом афишируют, но мы за ними следим, поэтому им было вдвойне приятно, что они как люди были отмечены в своей тихой работе. Но Ирина победила. Ирина, да. Нельзя преуменьшить или преувеличить работу волонтёра, но в данном году даже девочки согласились, что Ирина, да, она молодец. Молодец. Человек года в этой номинации. Да. Вот интересная номинация «Детский центр». Да, это девочки, девушки наши любимые, у которых есть свой детский центр, которые занимаются развитием детей, не просто развитием по шаблонам или штампам, они занимаются изучением самостоятельно различных образовательных программ, вплоть до того, что вот Маргарита Драгола у нас победила, центр «Ассорти» называется у неё, они всё расширяются и расширяются, и конца и края нет, потому что место благодатное, востребованное, с индивидуальным подходом к детям, у них как самые маленькие есть, насколько я знаю, там два-три года, так и ребята уже школьники. Образовательные всякие семинары, мастер-классы, лагеря, курсы, педагоги, психологи, логопеды, в общем, всё, что необходимо для полного цикла реализации именно ребёнка как личности, и самое главное, что у них педагоги не учитель, ученик, а товарищ и товарищ, вот что мне больше всего импонирует и нравится, что они предлагают возможность детям найти то, что им интересно, аргументированно отказаться, если это не нравится, то есть они общаются как личности, а не то, что ты-то мой подопечный, а я сейчас буду тебя воспитывать, они совместно развиваются. Ну плюс, насколько я знаю, Маргарита ещё очень занимается вопросом сохранения русского языка в школе, насколько это возможно, и у неё это ещё такая общественная деятельность очень важная. Я скажу вам по-честному, что у нас в клубе мы не обсуждаем вопросы, связанные с политикой, мы стараемся быть вне этого, понятно, что это всех касается, но что касается политических тем и религиозных тем, мы стараемся это у себя не обострять, обострять, не обсуждать, нам достаточно пласта для работы между собой, а что касается Маргариты, этот вопрос лучше задать ей. А бухгалтер, вот такая номинация. И опять Илона у нас победила, та самая Илона, которая победила в номинации спикер, она действительно, ну она не только сама по себе бухгалтер, у неё ещё есть своя компания, которая обслуживает малый бизнес, малые самозанятых людей. Я вообще не могу сказать, что у нас миллиардеры в клубе, или у нас там люди с, хотя нет, у одной девочки яхта есть, но это не является показателем, да или нет, берём мы тебя или нет в нашу команду. Она действительно компетентный специалист, который постоянно ходит на все, все, все семинары от вида, всё изучает, ведёт коммуникацию, занимается переводом документов, но она фанат своего дела, она прям, вот на неё смотришь и понимаешь, что человек, большой профессионал, и как она говорит, и насколько она компетентна, и как она отвечает на любой вопрос в рамках даже своего семинара, даже на чужие вопросы она отвечает, и она действительно очень большой специалист. А вот очень приятная для нас, для нашего радио номинация публицист 2019. Да. Публицист для нас это тот человек, который опубликовав свою публикацию в социальных сетях или сетях, как правильно? В сетях. В сетях, всё хорошо. Может вызвать бурю эмоций от людей, бурю репостов, резонанс и результативность, то есть не просто написать, сказать, что что-то там так или наоборот, что-то не так, обратить внимание на что-то, пригласить на концерт, фестиваль, на благотворительное мероприятие или поднять какую-то злободневную тему. И у нас, да, победителем стала Евгения Шафранок. Она действительно громко пишет на своём фейсбуке, как я называю, хлопает крышкой рояля. Но она ещё и ведёт программы на нашем радио. Это, конечно, это естественно. Она ещё и свой блог делает, и у неё Бранч ЛВ, и всё остальное. Действительно, человек, который находится на своём месте, который занимается любимым делом, который фанатеет своей работой, и её фейсбук, это отдельное, небольшое, хотя относительно некоторых журналов даже и большое. Да, сейчас всё относительно, да, отследить реакцию аудитории, где, как говорят, покрытие аудитории больше. Достаточно большое, да, у неё аудитория. На мой взгляд, например, те посты или заметки, если по-русски сказать, которые делают Жене рассказывают о приключениях своих детей. Ой, это вообще прекрасно. Это уже отдельная, готовая книжка женских рассказов. Дабл-мать, да. Да. Сейчас мы прервёмся на новости и рекламу. Оставайтесь с нами, потому что в следующей части нашей программы мы расскажем об удивительных, конкретных женщинах, которые стали победителями в номинации «Женщина года». Здравствуйте. Продолжаем нашу программу. Веду её я, Ольга Авдевич, и гость студии, руководитель женского клуба «Лэдис Дилл Клуб» Елена Тонова. И мы говорим о церемонии вручения премии «Женщина года» и о номинациях, которые в рамках этой церемонии были вручены. Доброе утро ещё раз. Лена, давайте всё-таки сразу перепрыгнем к главному «Женщина года». Вот кто она Светлана Дергачёва. Она муза. Она человек, который поверил в идею клуба не только на словах и не только с фразой «Лена, я тебя знаю, Лена, я в тебя верю». Она меня не знала. То есть у неё был какой-то образ сформированный благодаря там Фейсбуку, Инстаграму, каким-то публикациям. Ей вообще, когда она мне потом признавалась, сказала, что она пришла в офис к дьяволу носит Прадо, что я сижу такая Круэлла, короче, вся такая при жакетах, при каблуках. Казалось, нет, что я там могу в шапке, в ботинках, в кроссовках ходить. Она поверила в идею клуба и когда мы только начали развиваться, она согласилась просто делать дело. То есть это не была какая-то зарплата, это не были какие-то там бонусы. И я не могла ей ничего гарантировать. Я ей говорила, что я не знаю, я буду делать, но я не знаю, я не могу давать гарантии. Это было бы нечестно, несправедливо. Мы иногда не знали, что делать, мы иногда не знали, как делать. Были периоды, когда мы просто сидели на работе и молчали. Были периоды, когда мы сидели и разговаривали все время. Она верила с самого начала, она пришла участвовать в этом всем. И если бы ее не было рядом, я не думаю, что я бы смогла все то, что есть на данный момент. Вообще фраза «я смогла», она нечестная. Мы смогли. Поэтому никто из дам не был против. Все переписки, вся коммуникация, все, что связано с регистрациями на сотни мероприятий, это все занимается Светлана. И если бы Светланы не было, она меня реально бы разорвала. Я бы не смогла просто-напросто, я бы сгорела. Все происходит. А номинация «Лайфхакер». Да. Ну-ка, расскажите. Анна Черная победила в этой номинации. Девушка является очень крутым и серьезным. Копирайтер не совсем верно будет сказано, она редактор очень многих бизнес-статей, несмотря на свой юный возраст. Она пишет в очень крупные российские издания, связанные именно с бизнесом, с маркетингом, с продвижением, с развитием. И при этом Аня знает столько нужных бонусов, примочек, приспособлений, как записать текст, потом его расшифровать, чтобы это все через диктофон было набрано, как это все скопировать, чтобы оно все работало, каким образом все структурировать. То есть у нее столько в рукаве всяких разных волшебных чудо-штук, которые сокращают время затраты и улучшают процессы, что там было голосование, там практически единогласно лайфхаки Аня. А номинация «Преображение», что подразумевает? Номинация «Преображение», что она подразумевает? Когда мы познакомились с некоторыми первый раз, они выглядели одним образом и работали другим образом, при этом они у них были, вроде бы они что-то хотят, но они не знают точно, как они хотят, что они хотят. Вроде бы им что-то надо, но они не до конца знают, что сейчас, глядя, вот у нас победила Ира, фамилию сейчас Маниленка, да, Ирочка у нас выиграла, кстати, Ира, она так по паспорту есть, Ира, не Ирина, а Ира. Когда она пришла, это была такая девчонка, потерявшаяся, сейчас, боже, какая она красивая, она поменяла прическу, она поменяла стиль, она поменяла свой образ мышления, она совершила кучу прорывов у себя в делах, она безумно благодарит нас, она счастлива, что мы вместе, она очень тоже позитивная, интересная, и вот если взять фотографии, когда мы еще не были клубом, у нас не было юридической единицы, посмотреть, какая она приходила и какая она сейчас, во-первых, ее не узнать, во-вторых, она сама себя не узнает, и это круто, она вот преобразилась. А вот самообразование, это тоже, наверное, какое-то развитие, преображение, да, человек? Не совсем, это больше человек, который вообще постоянно занимается самообразованием, у нас выиграла Рената Зуева, она за год смогла закончить заочно в России три факультета в российских вузах, получить дипломы, параллельно всему этому она заканчивает свою докторантуру, при этом она является финансовым директором очень крупной латвийской компании, именно компании большого масштаба, при этом она еще занимается хендмейдом и делает флористические всякие разные сумасшедшие штуки, человек, который постоянно продолжает учиться и ловит в этом свой жизненный драйв. И в этой номинации были как раз дамы, которые неугомонно продолжают заниматься самообразованием. У нас вообще очень принято в нашей среде, которую мы создали, чтобы «А ты никуда не пошел учиться?» «Не, а что с тобой?» «В смысле, ты не читаешь сейчас новую книгу?» «А как?» «А почему?» «А что, ты аудио слушаешь?» «Аудио...» «А что ты?» «А ты где-то учишься, значит?» «Нет, а как?» «А как ты живешь?» И это очень здорово, это очень правильная, качественная, грамотная среда, где люди меряются не фотографиями, не лайками, а действительно достижениями, которые что-то стоят и могут как-то повлиять на жизнь. Номинация «Позитив». Номинация «Позитив» у нас выиграла Карина. Карина у нас Глазкова. «Позитив» вообще на, как говорится, на все 32 зуба. Фантастическая тоже девушка, она является как раз-таки руководителем компании «Фотки.ЛВ». Многие думают, что за этой компанией «Фотки.ЛВ» стоит большой мужик такой с усами. На самом деле там хрупкая девушка, которая сейчас еще стала победительницей из одной из номинаций «Мисс Бикини». То есть это все фитнес, это все вот эти вот шикарные формы, загорелое тело. У нее еще две замечательные дочки, и она танцует, выступает в Декаденс-студии у Даши Кудлаевой. И вообще она такая позиция, ей всегда все хорошо. Вы знаете, она вот всему рада. Это дар. Она приходит на вечеринку, она всегда хочет танцевать. Она приходит куда-то, она всегда хочет общаться. У нее все хорошо. Это абсолютный позитив. А номинация «Новая я». Вика Копосова победила в этой номинации. Она сейчас стилист, до этого она работала в компании очень длительное время. И в принципе себя не ощущала как личность, как женщину. Выполняла достаточно рутинную работу. И вот после того, как она к нам пришла, она на это все посмотрела, и такая, пойду-ка я уволюсь. Даже так. Очень много у кого произошли очень большие изменения в жизни, увольнения, переезды, избавление от токсичного окружения, выход из каких-то сложных отношений. Это дало силы, дало крылья. И Вика сейчас вовсю цветет, создает образы, занимается изучением темы стиля. Она до этого этим занималась. Ну, как бы, ну а что? Ну, я читаю, читаю, читаю. На самом деле, человек уже прочитал больше, чем многие стилисты прочитали. То есть, она так тихо сама с собой, 15 лет, в общем-то, погружена в эту тему и не придавала этому никакого значения. Хотя сама эффектная, с тонким вкусом, с чувством, с умением подойти к людям, знающая. И сейчас она начинающий стилист, потому что надо еще получить пару корочек официальных бумаг. И это действительно новый человек, который у нас вместе с нами. Ну, то есть, у вас человек получает какой-то такой импульс, который дает ему развитие? У всех он есть. Он получает подтверждение, что этот импульс нормальный, что нету значения возраста, что никогда не поздно, что это нормально сомневаться, что это нормально беспокоиться. Но при этом, когда ты находишься в среде людей, которые, вот кажется, когда человек успешный, что он вообще ничего не боится. А когда ты рассказываешь о том, какие у тебя сомнения, как ты рыдаешь в подушку, без глянца, мы не приукрашиваем истории, мы рассказываем про свои эпик фейлы, про какие-то жуткие ошибки, которые мы совершали, какие-то китки, которые совершали наши клиенты. И ты понимаешь, что у тебя-то нормальная жизнь, так все живут. Просто в Инстаграм все выкладывают отфотошопленный завтрак и причёсанных детей. Глянцевую действительность. А в жизни оно не так. И люди начинают сомневаться в себе, в своей жизни вообще. А это страшно. В принципе, да. Даже психологи бьют тревогу, что человек, который обычный, нормальный, вот простой, маленький человек, который сидит и смотрит вот эту ленту в социальной сети, это курорты, это какие-то портреты каких-то салатов с креветками, это какой-то невероятный макияж, какие-то красивые платья, это кто-то где-то с бокалом. Он сидит и думает, а я? И у него возникает... А вот мы для своих девочек тоже сделали и платье, и бокалы, и фотографии, и всё у них тоже, как говорится, как у людей на Инстаграм. Но при этом они прекрасно понимают, что это не является первой стороной жизни, что это исключение, как малиночка на тортике, вот одна маленькая ягодка, а её фотографируют с зумом в огромном величине и кажется, что у тебя эта малинка размером с кулак. Нет. А номинация вдохновения? Так, номинация вдохновения... Татьяна Мацкевича. Да, Танечка... Ну, Таню, вы, наверное, я надеюсь, знаете эту очаровательную, красивую модель плюс сайз, которая, в принципе, в Латвии стала законодатель... Вообще, первая, кто вышла в этом амплуа, стала показывать себя, столкнулась с сумасшедшим буллингом в свой адрес, при этом она прошла вот все эти стадии. Она вице-мисс мира, на самом деле, модель плюс сайз. Она была на обложках всех, практически всех, ведущих глянцевых журналов мира. Она в Украине сидит вместо Тайры Бэнкс на вот этой передаче, как же она называется? Топ-модель, вот только топ-модель плюс сайз, когда она приезжает в Россию или в Украину, ее встречают с почестями, с цветами, а Рига такой странный город, он не признает побед, которые не внутри Латвии. Либо это должны быть такие какие-то вообще победы, я не знаю какие, хотя у Татьяны она очень популярна, она вот если брать в ту же самую Украину, ее там знают, почти все с ней здороваются на улице, ее сопровождают, а здесь даже об этом толком никто и не говорит, а мы говорим. Ну, пишут, 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 конечно, местные СМИ поддерживают настолько нас, ну, не будешь бесконечно писать, но очень мало кто знает, она действительно удивительная, и она очень добрая, и это очень здорово. Хореограф. Елена Шеленкова, восточные танцы, девушка юная, ну, как юная, 30, где-то туда-сюда, немножко, но при этом она в своей профессии уже 15 лет, у нее своя студия, у нее свое танцевальное шоу, Элимира шоу называется, она очень давно на сцене, сама она очень красивая, у нее очень красивые формы, она очень пластичная, она, у нее такая, она как куколка вообще, такая вот прям очень красивая, при этом у нее занимаются, занимаются и дети, и старшее поколение, и мамочки с детками вместе танцуют, там, какими-то этими штуками специальными с детьми, она очень вдохновляет, она очень, она показывает собой, что да, ты можешь быть аппетитной, хороший такой, она не XS, S, M, ладно, вот, и при этом она привлекает других специалистов, у нее обучают и танцам других стран, вот, если мы берем восточный стан, это одно, у них сейчас грузинские танцы есть, шикарные костюмы, она очень большая, молодец, она, у нее большая студия в центре города, и она делает каждый год еще и концерты для своих учеников, это большие праздники всегда, очень качественные, но она классная, у нас все хорошие. Лена, знаете, на чем я сейчас слушаю вас и ловлю себя, я очень рада слышать вот все, что вы говорите, да, я рада это говорить, я сижу на настроение, мне так приятно, что в Риге у нас есть так много активных людей, которые занимаются делом, которые не опускают руки, у которых удается, которые успешны, потому что я вчера прошла по улице Чака, и было мне очень грустно, потому что очень много витрин пустых, потому что закрываются, сдается в аренду, последняя финальная распродажа, поэтому, пожалуйста, расскажите нам еще что-нибудь позитивное, так, номинация «Темная лошадка». Это те дамы, которые с огромным потенциалом, это видно в глазах, но они его еще пока не раскрыли, то есть очевидно, что там огромная сила, энергия, страсть, но пока что они так присматривались, вот у нас Галина Бобровская, она выиграла, какое-то время она вообще у нас пропала из виду, к сожалению, так сложилось, или к счастью, я не знаю, потом она вернулась к нам, у нее были свои обстоятельства, что она не могла часто посещать разные мероприятия, и вы знаете, она так вернулась, прям вот вернулась, вернулась, и она уже настолько за короткий промежуток времени, вот не за год, она была с первого дня, потом она исчезла почти на год, и вот сейчас только-только она появилась, что она уже реально стала своим человеком, сама она бухгалтер, она аудит, она проводит финансовые, очень серьезные аудиты, и этим занимается ее компания, но при этом она увлекается программированием, и при этом она очень красивая, вы представляете, какие у нас, это счастье, то, что я делаю, это счастье. Я думаю, сериал про вас можно снимать, какой-то женский уже, думайте. Лена, вы же пишете сценарии. У нас нет скандалов, видите как, сериалы интересны для людей, когда там происходят какие-то интриги, у нас за год не было ни одного скандала, несмотря на женский коллектив, людям может быть не очень интересно. Ну, документальный такой сериал. Так, и номинация «Бьюти-специалист». Выиграла у нас Ирина Чернова. То есть это важная номинация для женского клуба. Она занимается красотой, тоже очень длительное время, она начала еще этим заниматься со школы, ее все это интересовало. Сейчас у нее своя студия красоты, она находится в Доме Москвы, студия называется «Атмосфера», и она, во-первых, она сама по себе, у нас все сапожники с сапогами, то есть у нас нету там бьюти-специалиста, который выглядит так, как будто бы ему нужно было сходить самому к бьюти-специалисту. Она сама собой показывает, что такое здоровая кожа, что такое здоровый образ жизни, что такое правильное питание без фанатизма. И по ней это все видно, она умеет этому научить, она умеет красиво привести в порядок не только девочек, что важно еще и женщин, потому что это совершенно другой макияж, это совершенно другие прически, ну нельзя красить одинаково. 15-летнюю девчонку, хотя думаешь иногда, что там в 15 лет краситься, хотя вспоминаешь себя и помнишь, как ты красился. И, допустим, даму, которая 60. Это разный макияж, это разные образы, и она умеет это создать, и это очень здорово. Вот у вас публицист Женя Шафраник, мы отметили, есть номинация писатель. Да, писателем у нас, у нас три дамы, являются действительно писателями, они были три номинированы. А кто? Скажите про всех троих. Марина у нас, значит, ой, столько фамилий было, у меня на самом деле с фамилиями беда. Ладно, я вспомню, скажу. Галевска. Нет. Да. Да. Нет. В общем, Мариночка, простите меня, ради бога, ничего личного. Ну, потому что 66 человек. Я их не знаю. Да. Значит, Ольга Казака, которая издала книгу, которая сейчас популярна, пиар, первая книга о пиаре. Да, Марина Галевская. У Марины две книги-детективы, при том, что она химик, она химик и косметолог с точки зрения вообще другой стороны, они там разрабатывают все эти составы. А книги изданы в Латвии? Изданы в Латвии, да. У Марина вот две. Как прекрасно. У Ольги одна, но она сейчас является самой в десятке уже долгое время стоит на полках книг, и она стала обязательной к прочтению в институтах. Она вошла именно в программу. И Вика Лякишева, Вика Лаки, Лаки, Вика Лякишева, она издала свою книгу «24 кадра про любовь». Это сборник рассказов, в которые вошли ее, в общем-то, рассказы и фотографии ее дочери Анны Лякишевой. Аня Туранова сейчас фамилия. И почти единогласно девочки решили, что это будет писатель года. Им очень понравилась эта книга, она очень вдохновляет, она очень такая настоящая, женская. Ну, потому что про любовь. Потому что про любовь. И вот Вика стала победительницей этой номинации. И есть у вас и художники в клубе, да? Номинация «Художник». Три номинанта также было. Это Алла Дзеволтовская, это Ирина Чернобай и Владислава Крупмана. Победила Ирина Чернобай. Она пишет давно, у нее очень много выставок и экспозиций. Она пишет злободневно и актуально, то есть она поднимает такие социальные важные темы, как одиночество в сети, как распространение всех этих лайков, фейсбуков и всего остального. То есть у нее такие очень социальные картины. Часто у нее проходят экспозиции в кафе, в ресторанах и просто отдельно, просто как выставки, которые происходят. И она еще свои картины вручную переносит на одежду. То есть помимо того, что она стала создавать картины, она еще создает свою линию одежды и вручную ее расписывает. И они уезжают по всему миру, у нее происходят заказы, и она стала победителем в этой номинации у нас. И очень важная номинация образования. Образование – это те центры, это те люди, которые занимаются образованием взрослой части нашего населения. То есть, хотя у нас победила Ирина Ландо, которая работает и с детьми в том числе, у нее центр Ландо свой, но в первую очередь мы ориентировались на взрослую аудиторию. То есть, где можно получить для взрослого качественные, хорошие знания. И стала победителем Ирина Ландо, она доктор наук, у нее свой центр образования, скорочтение, ненцо по лицу, быстрые запоминания, языки, ораторское искусство, публичное выступление. В общем, все, чего не хватает взрослому человеку для полноценной продуктивной жизни, работы, развития и образования в целом самого себя. Инструменты важные. И последняя, интересная, значит, номинация, есть такая хендмейдер. Хендмейдер года, это у нас есть девчонки, ну ничего, что это девчонки, ну да, вначале у нас было прямо официально, у нас все были дамы, а теперь у нас все наши девчонки стали. Наташа Кудряшова победила в этой номинации, она делает удивительные изделия из кожи и из бисера, она делает сумочки, рюкзаки, ремни, всякие кладчи, кошелечки, и занимается этим, в принципе, уже тоже более десяти лет, у нее были свои показы, свои коллекции, и человек с очень большим сердцем, с очень большими красивыми глазами и золотыми руками, да, она у нас стала победителем, в принципе, это тоже было голосование, и девочки выбрали, что, да, Кудряшова в этом году best of the best. И на этой неделе в социальной сети Facebook было очень много красивых фотографий и репортажей с вашей церемонии, и очень много очень много комментариев, вот мне понравился такой комментарий, когда такие женщины собираются вместе, мир становится теплее, вы согласны? Я согласна, и это очень важно, и мы открыты к разговору, мы открыты к тому, чтобы к нам еще приходили чудесные люди, мы в первую очередь собираем людей, мы только, мы вообще не смотрим, сегодня вы президент, завтра вы не президент, сегодня вы работаете в компании руководителем крупного звена, завтра вы решили, а я хочу заниматься макраме. Главное, чтобы ты был счастлив, и мы не оцениваем успех по чужому формату, если ты ни разу не выступал публично, а сегодня выступил, мы за тебя будем рады, это для тебя достижение, для меня выступить публично, но уже как бы, ну такое. Лена, и программа наша подходит к концу, у меня просьба, вот, я видела фотографию, когда эти все ваши удивительные женщины, о которых вы так хорошо сейчас нам рассказали, они стоят на сцене, очень красивые, и комментарии, интересно, что именно нужно сказать такому количеству женщин, чтобы они стояли на сцене с такими счастливыми лицами и глазами, вот обобщающие, давайте завершим нашу передачу, скажите это, и в том числе нашим радиослушательницам, чтобы тоже им как-то мотивировать. Вы все друг для друга можете стать тем человеком, который будет, пускай не физически, но морально держать за руку, нам важно, чтобы в нас верили, я искренне верю в них, я их искренне люблю, и мне важно их развитие, мне важно их состояние эмоциональное и финансовое, чем они успешнее, тем успешнее весь клуб, и мне бы искренне хотелось, чтобы точно так же рассуждало наше государство в целом, именно правительство. Чем успешнее и счастливее люди, тем успешнее и счастливее вообще общество, которое их окружает. И что интересного, может быть, вы задумали и планируете вот в ближайшее время? Ой, у нас столько всего интересного, у нас есть мероприятия, у нас много мероприятий, которые вообще бесплатные, вот, например, у нас будет выступать Владлена, она будет рассказывать о том, как она 9 лет работала на круизных лайнерах, какой у нее опыт работы аниматором, хореографом, именно вот на таких долгих путешествиях, это там 6 месяцев, 9 месяцев, как они заходили в разные города, в разные порты, как это все происходило, это очень интересно. У нас планируются творческие встречи, опять же, если вы, например, певец, музыкант, вы пишете стихи, вы бы хотели организовать свой творческий вечер, мы будем искренне рады это сделать, вы приходите, звоните мне или пишите на мейл, мы встречаемся, разговариваем, придумываем, как это сделать, как это все реализовать. Если у вас есть свои интересные истории жизни, настоящие, у нас выступали путешественники, там, ребята автостопом объехали весь мир за два года, другая девчонка там тоже длительное время путешествовала в одиночестве по миру, как это было, что она испытывала, мы за живые истории, и это, мы открыты, мы на самом, не всегда все решается за деньги, это очень неправильно, мы искренне будем ждать новых людей, новые истории, новые события, а так у нас можно все смотреть на сайте. Пока мы немножко так про себя, между собой, у нас для клуба, именно для членов клуба под конец года мы завершаем итоги, но у нас очень много мероприятий открытых, куда можно, не вступая в клуб, прийти и получить удовольствие и знания. Наша программа подходит к концу, это было личное утро на радио Болтком, и гости студии Елена Тонова, руководитель Ледис Дилл Клуб. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго и хорошего дня. Спасибо огромное. Утро на Болткоме.